Всем привет, друзья! С вами вновь Александр. И сегодня я вам расскажу о коляске, о очень популярной коляске от компании Annex. Моделька называется E-Type. И сегодня я хочу показать ее вам, для тех, кто вообще не видел обзор. Сегодня мы сделаем обычный полноценный обзор коляски, но именно вот в этом цвете. Это очень-очень крутой, популярный цвет. На него очень много запросов и люди просят именно в этом цвете, чтобы они ее увидели. Потому что не у всех есть возможность приехать вживую и посмотреть. Поэтому вот сегодня мы смотрим на такой карамельный цвет коляски Annex E-Type. Давайте вначале технические характеристики вам озвучу. Так, вес с люлькой у нас 15,2 кг, сиденьем 14,6 кг. Год дает производитель гарантию. Так, спинка у нас в прогулочном блоке 110-165 кг. Ну, это тоже вполне себе отличный диапазон. До трех лет с рождения. Ширина колесной базы, кстати, 60 см. Вы в любой лифт заедете, за это можете не переживать. И размер люльки 74-35 кг. И максимальный вес ребенка на текущий момент 15 кг выдерживает. Соответственно, начнем с вами изучать ее с люльки. Ей вы в любом случае начинаете пользоваться первой. И материалы. Отличительная черта именно модельки E-Type это эко-кожа. Эко-кожу легко мыть, легко чистить. Она приятно ощущается. И выглядят они дорого. Но стоят на самом деле не так уж и сильно дорого эти коляски. Такой средний, хороший, добротный, средний класс. Ссылка внизу в описании на первую коляску. Пройдите, ознакомьтесь. Также и точные характеристики вы там увидите. Соответственно, люлька, козырек. Смотрите, козырек здесь полноценный. Как и должен быть. Сейчас у нас здесь это открывалось. Сейчас откроем. С другой стороны. Вот здесь у нас есть вот такая вот дополнительная секция. Чтобы нормально ей воспользоваться, нам нужно нажать две кнопочки и еще немножечко его раздвинуть. Но зимой мы так навред ли будем пользоваться. Это у нас для проветривания летом и от солнца, чтобы хорошо спрятать ребенка. Соответственно, вот такая вот возможность у вас здесь присутствует. Здесь у нас ручка есть удобная для транспортировки. Она, кстати, закрыта, не сквозная. Туда капать ребенка не будет. Вот эту часть козырька можно завернуть внутрь. Зимой, кстати, если нам вдруг... Сейчас уберу пока отсюда вот этот вот классный рюкзачок, который идет в комплекте. К нему мы вернемся. Смотрите, здесь очень высокий борт для зимы. Вот так вот фиксируем. Здесь сама вот эта часть делится сбоку на липучке и на магните. Можно отвернуть, можно вот так вот сделать. Соответственно, у нас закрыт ребенок хорошо. Давайте я уберу эту часть. Ну вот, это эко-кожа. Все, я уже это вам говорил. Давайте заглянем внутрь люльки. Посмотрим, что она себя представляет внутри. Внутри она тоже очень большая. Сейчас уберу. Чтобы вам было виднее. Очень глубокая, вместительная. Матрасик тоже достаточно плотненький. Дно не деревянное. Понимаем, да? Так, и что у нас еще здесь дно? Насколько я знаю, была вентиляция. Ну да, она есть. Сейчас мы ее вам покажем. Соответственно, с пространством здесь все окей. Зимой конверт, комбинезон. Без вопросов. Будет ребенок нормально помещаться. Еще, что мне очень нравится. В новых колясках они это добавили. Нас кнопки с памятью нажали. Ничего не делаем. Нажимаем вторую. И снимаем люльку. Так, что у нас с вентиляцией? Да, то, что я и говорил. У нас есть возможность проветривания люльки снизу. Ну и ножки, естественно, есть, чтобы можно было ставить на землю и не бояться ее испачкать. Так, люльку мы с вами разобрали. К раме вернемся позже. Сейчас посмотрим с вами прогулочный блок. Вот, собственно, прогулочный блок. Он, напоминаю, реверсивный. И по ходу, и против хода его можно ставить. Естественно, как иначе в подобного рода колясках. В комплекте идет у нас накидка на ножки на прогулочный блок. Она вся из эко-кожи. Он, соответственно, не промокает и не продувает. Красота. Так, что у нас из себя представляет блок? Блок просторный. Действительно большой просторный блок. Подножка у нас вот так вот регулируется, естественно. Посадка 110 градусов дает нам как раз-таки более-менее вертикальную посадку, чтобы ребенок сильно не был завален назад. У нас пятиточечные ремни с мягкими накладками, замечу, и на паховой зоне, и на плечевой. Далеко не все бренды, даже в более дорогих моделях делают и накладки такие. Экономят, так сказать. Так, где у нас кнопочка? У нас есть возможность, соответственно, откидывать как калиточка, чтобы удобнее было посадить ребенка, чтобы бампер вам не мешал. Посадили и возвращаем обратно бампер. В общем, с пространством здесь все окей. Давайте посмотрим на те самые 160, сколько? 165 градусов. Опустим. Регулируется у нас здесь все с помощью обычного рычажочка. Поднимаем. Такое ощущение, что вот здесь все 170. Ну, аннекс пишет 165 градусов, но мне кажется, все-таки 170. Просто может по-разному меряем. Вот, соответственно, нормальное лежачее место. Козырек. Вот так вот. Есть еще, кстати, секция, что вам ее не показал, но она, насколько помню, вот такая вот у нас. Вот. Тоже для лета, для проветривания. Зимой эксплуатировать так вы будете навряд ли. Соответственно, поднимаем. В общем, вот такой вот полноценный, полноразмерный, просторный, удобный, я считаю, прогулочный блок. Снимается он точно так же. Нажимаем по одной, по другой. Соответственно, можно развернуть. Так, давайте с вами сейчас изучим немножечко раму. И потом посмотрим, как эта вся конструкция складывается. Рама у нас металлическая. Подгонка деталей хорошая. Качество сборки у меня лично претензий нет. Рама у нас с возможностью регулировать ручку. Это самая нижняя часть, самый нижний диапазон. Вот это самый верхний. Соответственно, вот у меня 186 рост. Вы проецируете там на свой. Я думаю, на любой рост можно здесь подстроить высоту ручки под себя. Вообще не проблема. Так, что касается амортизации, давайте посмотрим. Амортизация тут... Я не могу назвать ее эталонной, но одна из лучших амортизаций, которые я видел. И спереди она есть, и сзади. Тормоз. Здесь самый классный тормоз. Сверху нажимаем, блокируем. И сверху же разблокируем. Что касается багажника. Багажник у нас здесь вот такой. К нему не самый удобный доступ. У меня есть лично претензия к багажнику на этой модельке, потому что хотелось бы его видеть побольше. Ну, хотя большинству людей этого хватает. Но лично в моем сценарии мне бы хотелось побольше и чуть дальше, чтобы он открывался, чтобы был получше к нему доступ. Это вот такая моя придирка. Но все здесь в угоду дизайну. Это же модная коляска. Поэтому здесь вот тут вот так вот. Соответственно, колеса у нас здесь резиновые, ненадувные. Вы их не проколите. За это переживать не стоит. Так, и что касается у нас еще рюкзачка. О нем я вам не рассказал еще. Вот это именно и рюкзак, и с супочкой можно его использовать на коляске. Достаточно модненький. Достаточно вместительный. Здесь то, что идет в комплекте. Москиточки, все вот это дело, все здесь. И сюда вы сможете положить и журнальчик почитать, и салфетки, и водичку. Ну, в принципе, мамы знают, что нужно брать с собой в прогулке с ребенком. Они найдут применение этому рюкзачку стопроцентным. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь за возможности со складыванием. Так, убираем пока. Смотрим. Кстати, что в комплекте у нас было-то. Сумка, рюкзак мы сейчас посмотрим. Дождевик на люльку и прогулочный. Вот мы скидка для люльки. Нормальная комплектация. Соответственно, складываем. Прекрасно. В принципе, можно попробовать даже сейчас сложить ее с прогулочным блоком. Если она сейчас у нас сложится с прогулочным блоком, то вообще красота. Давайте поэкспериментируем. Наверное, против хода нужно будет его поставить. Хотя нет, по ходу. Вот так вот. Это вот так. Ну, в принципе, вполне себе адекватно, учитывая размер. Хотя бы его не нужно будет куда-то отдельно убирать. Вообще нормально. Поэтому в этом плане все четко. Потом вот так вот упрямляем. А нет, вот эту часть лучше это делать заранее. Вот видите, вот подножка. Если ее в таком же виде поднимать, она будет упираться и не разложится. Поэтому на одну ступень, как говорится, нужно ее выпрямлять. Ну, этот нюанс вы пару раз поймете и дальше будете нормально все это дело складывать. Так, соответственно, что я парами еще не рассказал. В принципе, все рассказал. Добавить мне по большому счету нечего. Подытожу. По большому счету, знаете, как одна из самых продаваемых колясок, тут уже нечего добавить. Она сама себя зарекомендовала. Народ ее очень любит. И вот эти новые цвета, которые у них появляются, они действительно очень крутые. Персиковый цвет мне еще очень нравится. Для девочки вообще обалденный. Карамельный он и девочке, и мальчику хорошо подойдет. На вторичке будете перепродавать. Вы зацепите и мальчика, и девочку. С персиковым ровно попало, как говорится. Только девочкам ее и можно будет продать. Как по мне, классный универсальный цвет. Ну и коляска, естественно, нормальная. Единственная претензия, повторюсь, багажник. Многие люди подмечают, что багажник хотелось бы побольше. Я думаю, Аннекс услышит наверняка мои мысли. И может быть, в следующих каких-то вариантах они сделают багажник чуть побольше. Это для компании, я думаю, послужит хорошую роль. Продажи вырастут, потому что багажник нужен людям. Соответственно, на этом все. Хочу поблагодарить первую коляску за возможность снять этот обзор. И если вы для себя что-то подчеркнули, вам понравился обзор, поставьте свой царский жирный лайк, подпишитесь на канал. И хочу вам пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. И всего доброго, до свидания.